Разрушительное землетрясение, как сто лет назад, в Алматы, может произойти? Может произойти, но вопрос там, когда? То есть эта сейсмостанция, она не может прогнозировать землетрясение, то есть она фиксирует то, что происходит сейчас. Это пока никто не может, если честно. Даже японцы мне ничего не научились. А здесь есть архив 1911 года, когда произошло разрушительное землетрясение в Алматы? Там строились в основном дома, расчетом на 4-5 баллов. И особо, видимо, не уделили внимания строительные, существующие нормы строительные и так далее. Владимир Владимирович, а сколько баллов смогут выдержать алматинские высотные дома? Вот это пошло на самотек, самотек. Кто как хотел, так и строил. Институт сейсмологии, к сожалению, не имеет никакого отношения к тем разрешениям, которые дают сейсмологи. Какой район самый опасный? Вот где опаснее всего жить в Алматы? Вообще запретить строительство в предгорях Алматы. Старожилы говорят о том, что были гигантские трещины, которые расходились, в них падали люди, и трещины опять смыкались. У нас сейсмологов осталось очень мало. Младший персонал сейсмологический получает от 120 до 170. Самый главный враг во время землетрясения – это растерянность. В ночь с 22 на 23 января в Алматы произошло землетрясение. По официальным данным МЧС Казахстана, эпицентр находился в 270 километрах от города Алматы на территории Кыргызстана. Его магнитуда составила 7 баллов. Алматинцы ощутили на себе 5 баллов. И, как показало ночное землетрясение, мы не готовы к таким сильным подземным толчкам. В нашей стране действует около 70 сейсмических станций. Мы посетили одну из них на Медео. Увидели устаревшее оборудование, пыльный бумажный архив. Поговорили с одним из старейших сейсмологов Казахстана, Блазизом Абдуллаевым. Ему 88 лет. И он тоже говорит о том, что, к сожалению, оборудование не обновляется, новых кадров нет. И я так понимаю, что в Казахстане сейсмология никому особо не интересна. Хотя город Алматы находится в сейсмоопасной зоне. Землетрясение сам по себе процесс. Это можно так сравнить, как современное геодинамическое какое-то дыхание самой земли, самого вот этого региона. Почему? Потому что это землетрясение почти у нас каждый день происходит. Мы не замечаем. Дело в том, что смотря какой энергии так происходит. Потому что само растрескивание, вот это дробление, оно идет постоянно. То там, то здесь, то наверху, то внизу. Вот оно разряжается в виде выброса энергии. А вот выброс энергии, есть, так сказать, толчок. Есть толчок. Сейсмически вот это оно превращается в волну. И двигается в ту или иную, так сказать, вот сейчас этой земной коры. В зависимости от того, какой энергии при этом столкновении или раздроблении освобождается, и мы ощущаем разные силы землетрясения. Если эти энергии очень большие освобождаются, мы видим большие землетрясения. Если эти энергии обычными порциями освобождаются, ну, тогда мы видим малых обычных землетрясений. Ну, такие энергетические. То есть землетрясения, Владислав Зумарович, это дыхание Земли, да? Да, да, можно так сказать. Современное такое энергетическое дыхание Земли. Нечто такое обобщенное, можно вот такое представление. Но оно, как живой организм природный дышит. Мы каждый день это ощущаем, то там, то тут, вот это дыхание. Ну, выражено разных энергий. Наши сейсмические станции в год, много раз об этом говорится, в год регистрировать от нескольких сотен до тысяч землетрясений. Но мы их-то не чувствуем, потому что прибор, они только прибор чувствуют. Только мы чувствуем, когда эта энергия, вот это дыхание, вот этого толчка, превышает определенный уровень, скажем так. Где-то там магнитуды, скажем так, вот, где-то там 3,5-4, тогда появляется после этого сброса энергии толчки Земли, так. Мы его ощущаем. Да, нормально. Ужас, это было страшно. Абдулзий Зумарыч, вы в этом кабинете уже сколько лет? Я в этом кабинете 30 лет. 30 лет? Да. У вас здесь библиотека 30 лет пополняется, работы научные, да, ваших учеников. Да, вот в этом кабинете я сижу, так, вот это здесь, вот так. Ты бы пораньше предупредил, я бы все так, я бы подготовил, я бы сказал этому так, наши, вот эти карты у нас. Вот Восточно-Казахстанский, который мы завершили. Восточно-Казахстанская область тоже сейсмически, да, получается, опасная? Да, да, это сейсмически опасная, зона такая. Вот карты среднесрочного прогноза землетрясения для нас являются очень важными, так вот. Мы ее ежегодно один раз строим. У нас в горе имеется штольня, она П-образная. Там расположены сейсмодатчик и диформограф находятся. А этой сейсмостанции сколько лет? Ну, насчитать, в 76-м году, в 79-м была запущена в эксплуатацию. Я, честно говоря, немного по-другому себе представляла сейсмостанцию. Я думала, что это такое современное, какое-то цифровое здание, где-то какие-то датчики. А здесь как-то все как в Советском Союзе. Ну, все датчики спрятаны туда подальше, в гору, чтобы было меньше шума. Но данные приходят сюда, да? Данные получают здесь. То есть вот этот один компьютер записывает все данные? Ну, данные записывает вон тот прибор, который с той стороны стоит у нас. А здесь вот на этом компьютере что? А на этом преобразуется в цифровой вид. И оператор здесь уже наблюдает круглосуточно, смотрит за землетрясениями. Если произошло, то, соответственно, оператор его обрабатывает и отправляет на центральную станцию. То есть эта сейсмостанция, она не может прогнозировать землетрясение? То есть она фиксирует то, что происходит сейчас? Да, то, что в данный момент происходит. Потому что наши все данные потом отправляются на центральную сейсмическую станцию. Оттуда наши данные потом поступают в институт. Там есть прогнозная комиссия, которая занимается прогнозами. А вот эти вот что значит, вот эти вот колебания? Это вот сами волны сейсмические. А вот это оборудование, это уже старое, да? Это да, старое оборудование. Здесь была лента, и на ней писалась, запись шла. А вот в том кабинете вы показывали японское оборудование, можем посмотреть его? Это сам сейсмоприемник. То есть датчик подключен к нему. Вот этот японский прибор, да? Его можно открыть, посмотреть? Давайте откроем, тогда ничего не увидите. А, черный ящик. Он специально закрыт, чтобы туда никто не лазил. А что он делает? Это прибор, который получает данные сейсмодатчика, который в штольне установлен. Потом он преобразует в цифровой вид, и мы видим уже то, что на экране есть. То есть у вас только один такой чемоданчик? Здесь, да, это называется квантера. Сколько это стоит такой сейсмочемоданчик? Не знаю. Сейсмочемоданчик. Дорогой? Ну, новые приборы там, чтобы не соврать, наверное, тысяч 30 долларов. То есть для сейсмостанции вот одного такого чемодана достаточно, да? Он фиксирует вот во всей этой сейсмостанции, то есть он считывает вот эти приборы. И может... Ну, да, но это сейчас уже самое большое. Сейчас уже намного меньше технологий. То есть это такая большая, сейчас уже поменьше намного. А зачем вот в советское время строили такую огромную сейсмостанцию, если достаточно одного чемоданчика? Здесь раньше работало около 30 человек на этой станции. Все было вручную. Проявляли пленки большие такие, я вам потом покажу. Покажите. Вручную там все записывалось. То есть раньше здесь работало 30 человек? Да, около 30 человек. А сейчас? Сейчас 8 человек. Ну, здесь такое огромное здание. Здесь у нас все комплексные, они называются комплексные станции, потому что есть и сейсмика, есть и геофизика. Есть станции, на которых доходится гидрогеохимия. И плюс геофизика, это тоже комплексная станция. Здесь хранится ваш архив, да? Да, когда-то вот то, что на ленте писали. Вот здесь у нас архив 90-х годов. А можно смотреть? Ну, вот примерно вот так вот выглядит. А здесь есть архив 1911 года, когда произошло разрушительное землетрясение в Алматы? Насчет 11-го не уверен, но это надо посмотреть, поискать в архиве. Наверняка должно быть. Так вот выглядит лента. Что дают вам вот эти данные? Опираясь на эти данные, что вы можете, как сейсмологи, что вы можете делать? Ну, как сейсмологи ведем наблюдение за землетрясениями. Чтобы потом можно было предсказать его, да, как можно раньше. Чтобы можно было оповестить заранее людей. Но вот за какой период вы можете оповестить? Ну, да, это пока никто не может, если честно. Да? Даже японцы еще не научились со своей продвинутой технологией. А зачем тогда вот это все наблюдать, если мы не можем предсказать? Так учиться надо на этих данных. Чтобы потом можно было спрогнозировать. Эти данные как-то оцифрованы? Эти, по-моему, нет. Не оцифрованы, да? Вчера в Можилисе вы задали резонный вопрос, почему МЧС не оповестила алматинцев о предстоящем землетрясении, да? В принципе, в мире говорят о том, что нет еще такой возможности предсказывать землетрясение. Но при этом Google все-таки через Android смог оповестить. Да, именно так. Именно так. И вы знаете, Google смог, а МЧС и национальный оператор почему-то не смог. Так вот, в чем причина? Именно поэтому я и спрашивал разработчика проекта закона, который был вчера представлен, Можилису. Что происходит? Что не так? Почему наша система не работает? Google через Android сообщил об этом алматинцам. Мы почему-то получили информацию от мировых сервисов, но только не от нашего МЧС и не от национальных операторов. Возникает такой вопрос резонный. Кто должен в критической ситуации позаботиться о нас? Билл Гейтс или, может быть, Илон Маск? Что с нашей системой оповещения происходит не так? Вот почему не срабатывают каналы связи? Ну и вот за вот эти вот два дня выяснилось следующее, что свыше миллиарда тенге получены частной компанией-разработчиками на то, чтобы оповещать казахстанцев и алматинцев. Ну это достаточно дорогостоящая система, потому что в нее входит и размещение станций. Так вот, она якобы готова там на две трети, идет тестовые работы, но пока оповещения нет. И вот после того, как прозвучал мой вопрос, вопросы моих коллег, Антикор начал свою работу. Должен сказать параллельно, что наш институт сейсмологии находится не просто в плачевном положении, вот даже вот слова хочу подобрать, цензурные, не могу подобрать. Можете себе представить, ну в цифрах. Мы видели, мы видели. Вы видели, я просто хочу сказать, как он финансируется. Я посетил несколько объектов и меня поразило, что он финансируется примерно так же, как плавательный бассейн хороший в городе Алматы. То есть он получает 90, 120 миллионов тенге в год, а бассейн 90. И у нас очень старое оборудование, несовременное оборудование. Больше всего меня поразило то, что я не увидел там молодых лиц. То есть нет у них последовательность, первая на цепочка. Есть старики, есть молодые сейсмологи, но они единичные, потому что зарплата очень низкая. Разрушительное землетрясение, как сто лет назад в Алматы, может произойти? Ну, разрушительное землетрясение, которое сто лет тому назад, может произойти. Может произойти. Но вопрос там, когда? Когда? Те структуры, те факторы воздействующие так, оно у нас налицо. Они развиваются так. Вот говорят, как это уже названо, сто летный цикл, сто лет и так далее. Это просто мы наблюдаем за этим событием буквально за последние сто лет, несколько десятилетий. А это же древнейшие идут эти так. Но наше человеческое наблюдение за этим событием охватывает очень небольшое время, потому что именно в это время появилось инструментальные возможности. Именно сейчас появились возможности высокочувствительных сейсмографов, которые вот эти толчки регистрируют. В Японии используют животных, да, для того, чтобы предсказывать землетрясение? А мы как предсказываем землетрясение? Ну, это мы исследуем, но пока у нас нет явных данных. С их, так сказать, помощью мы могли более точно предсказывать. У нас нет конкретных данных. Потому что животные – это организм, на котором действует слишком много факторов. На фоне которого так, те факторы, которые вызывают землетрясение, оно занимает очень небольшой процент. Вот атмосферные факторы, вот электромагнитные. Они все время вызывают тревогу у животных. А вот эти системы, а землетрясение происходит, такие сильные, которые очень сильно, так сказать, беспокоят животных. Они достаточно редки. Редки, так. А вот такие малые энергии, так. Ну, на фоне эти животные живут. Так что от них будем ожидать? Вот три балла, четыре балла. Ну, на этой фоне, сейсмическом фоне, эти животные существуют. Поэтому они… Вот крупные землетрясения, когда готовят, как они ведут, пока срок наблюдения малый, так. Ну, изучаем. У нас в институте есть целое направление. Это изучают. Абдулзий Зумарович, землетрясения, которые были в Турции и в Сирии, кто-то из ваших коллег предсказывал? Нет. Мы знаем, что это зона сейсмоактивная Турция. Она находится, так называемая, анатолийская там структура. Она сейсмоактивная, потому что там через вот эту структуру проходит одна сильнейшая стыковая зона. Это европейская там плита и аравийская плита. Вот этот стык как раз проходит через Турцию. Его особенно, значит, опасны его западные и восточные фрагменты вокруг вот этой зоны. Ну, недавно наши зарубежные там отметили, и вот Россия была замечена, и мы тоже так думаем, так наши турецкие там сейсмологи, видимо, оперяющий вот разлом к этому большому, который, так сказать, продиктованно движением, с двигателем движением к югу от Турции, вот в районе Горамистов, оно, видимо, было еще недооценено совсем, вот карте. Поэтому, вот, там строились в основном там дома расчетом на 4-5 баллов. И особо, видимо, не уделили внимания строительной, существующей там нормы там строительной и так далее. Да, и мы сейчас сами все видим. Качество строительства было вообще там совершенно, в общем, об этом даже трудно разговаривать. Некудишин, мы сами видели, весь мир через масс-миды, как эти дома рушились, как списочные коробки. Даже вот самые плохие дома должны выдержать хотя бы 5-6 баллов. Там вообще рушились. Значит, очень много факторов, значит, строительство, вот, качество строительства в Турции, оно сейчас ставит новые задачи. Адулзимарыч, а сколько баллов смогут выдержать алматинские высотные дома? Вы знаете, я могу сказать одно, что те дома, которые были построены в советское время, исходя из существующих СНИП, это достаточно надежные дома. Ну, вот сколько баллов примерно? Ну, там, по-моему, 7-8 баллов. Они выдержали? Это вот эти, которые в районе Ахсая, Товстан, вот эти вот дома? Да, 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 вот эти вот панельные, вот эти серии, так, они прошли большие там испытания. Это прочие хорошие были. Ну, после советского времени, как бы чего вот не было так, вот это пошло на самотек, самотек. Кто как хотел, так и строил, у кого есть деньги. Вот покойный, так сказать, мой друг, большой специалист сельско-устойку строительства Ицков, он мне так говорил, что по квестовой вот структуре наших больших вот рек, Малая Алмата, Большая Алматинка, там, вот, Аксай, там, вот, Толгарский, там. Вот вы увидите очень много домов, которые прямо на козырьке, козырьке. Речных террас построено. Посмотрите, экзотично. Ну, это просто невозможно смотреть так. Ну, как они построили? Автодорога нету. Вот мой друг подсказал, даже люди, имеющие так, финансовые возможности, нанимали вертолет, на вертолетах возили туда бетон и построили. Это опасно? Конечно, опасно. Так, теперь, когда говоришь, что это уже очень опасно, говорят, нет, мы его хорошо укрепили. Они еще так копали под этот дом, еще много тонн заливали туда бетон, сделали еще большие корни. Так что стало еще опаснее, потому что, прям, маленькое сотрясение так, оно будет вырваться с корнями, будет, так сказать, падать в долину. И вообще, вот, эта норма строит, такие жилые дома, не только вот берегах крутых, ну и самой вот этой пойменной части, у нас стало обычным явлением, что является совершенно недопустимым. Какой район самый опасный? Вот где опаснее всего жить в Алматы? Где вот вы видите, что действительно, если произойдет землетрясение 7 баллов и выше, что там все разрушится? Ну, я бы этого не хотел сразу так говорить, потому что, если я скажу, завтра же начнут люди оттуда выселяться. Зачем? Ну, в целом, так, наш город Алмата и в округе, это с сейсмическим отношением, так, район в целом имеет опасность. Но для этого надо соблюдать все правила, которые гарантируют в этой опасности жить спокойно, работать. А к вам приходят строительные компании? Вот вы говорите, что все, что строилось до Советского Союза, это было безопасно, и эти дома выдержат 7 баллов, да, спокойно? Ну, строители, нам не обязательно строительные, чтобы приходили. Ну, вот они, они же должны приходить, спрашивать у сейсмологов, мы хотим построить сейсмоустойчивое здание, как в Японии, да, чтобы оно выдержало там 9 баллов. Вот приходят к вам застройщики? Совершенно правильно так. Нам не должно они приходить. Не приходят, не должны приходить. Для этого существует СНИП и строительные нормы, стандарт, который утверждается после заключения сейсмологов. А сейсмолог дает для этого специальный карт, называется карта сейсмического микрорайонирования, где вот город микрорайонируется, где какие грунты, где какие породы, где какая обстановка, при встряхивании, где что произойдет, где уровень воды столько там, все инженерная геология, все там расписано, на основании этого районируется. Потом все эти карты специально обсуждаются с специалистами, утверждаются, передается госстрою. В госстрое есть комиссии, которые вместе с сейсмологами, строителями вырабатывают специальные нормы строительные. Вот это должно быть законом. И по этому закону должны строиться. Когда даешь разрешение на строительство, они именно должны соблюдать. Но этого пока я не вижу. То есть застройщики просто строят высотные дома? Строят, так строят. Продают и надеются на чудо? Да, да, да. Надеются на чудо? Да. Вот я там принимал участие, когда испытывали вот это здание, наше в Гохран, где наши, вот, около Алматы, около базара, вот это так. Там же немецкая фирма работала, там строители даже. Бетон привозили в Германию, по-моему, так. Мы там, естественно, такой веберстор поставили, все испытывали. Там было мощное такое, надежное строительство. Ну, вот и все. Вот понимаете, я что хочу сказать, что те строители, которые работают в сейсмоопасном районе, у них на совести должно быть одно, у строителей. Как класс кирпич? Если кирпич на кирпич класс, он должен думать, что если я буду делать, кто-нибудь из моих послезавтра, не дай бог, малейший трясок развалится, умрет. Вот, он должен обязательно думать, что между кирпичами должен быть цемент вот такой соответствующей марки. Тут ведь не пройдет другие варианты. Вот видите, мы говорим, сейсмоопасный район, это не значит, что там нельзя жить или убежать. Там надо нормально строить. Прежде чем мы продолжим наш выпуск, я хотела бы рассказать вам о студии дизайна Натальи Фарносовой. У Натальи 25-летний опыт, при этом она не только дизайнер интерьера, но и архитекторов. Вместе с Натальей мы сейчас строим дом моей мечты. Для меня это новый опыт прокладкой электрики, монтаж крыши, система вентиляции. Я очень многому у Натальи учусь. Студия дизайна Натальи Фарносовой создала также интерьер моего вечернего шоу Late Night Show with Dinaro Sajan. Наталья Фарносова знает тренды. Я бы даже сказала, что она их предчувствует. При этом она знает, какой фундамент выдержит землетрясение и что такое сейсмостойкое строительство. Если вам предстоит большой ремонт или вы тоже захотите построить дом своей мечты, обращайтесь в Фарносова дизайн студио. Институт сейсмологии, к сожалению, не имеет никакого отношения к тем разрешениям, которые дают сейсмологи. То есть, вот эта уплотняющая застройка, эта многоэтажная застройка, разрешение на сейсмическое строительство, дают не сейсмологи. Можете себе представить, ТОшки из двух-трех человек, которые относятся, аффилированы со строительными компаниями, они живут два-три года, сопровождают какие-то крупные проекты ЖК, подобно Человенику, который сейчас создан в Алма-Ате, Рамсити. Там, ну, наверное, пятнадцать ЖК, самые огромные, и там небольшие компании, которые получают, по сути, финансирование, аффилированное через строительные компании, а сами профессиональные сейсмологи к этому отношения не имеют. Я, ну, просто Бога молю, что повезло, что не было разрушений, это очень хорошо, значит, все-таки совесть есть у наших строительных компаний, но действительно, пару баллов больше, и последствия могли быть ужасными. Вот тот же самый, я привожу компанию, в пример Рамс, да, она построила сорок шесть огромных зданий, обещали они общественникам снизить количество этажей с восемнадцати до четырнадцати, не снизили, да просто, ну, ну, просто гетто ужасное, с двух сторон пунктирные линии, нет парковочных мест, озеленение по листочку одному на каждого человека, и если вот случится землетрясение, то это будет большая братская могила, но на это были получены разрешения. Ну, компания, мы знаем, кому она принадлежала, и кто ее крышевал. Кто? Булат Назарбаев, это было под патронажем его компания, поэтому было возможно на территории огромного плодоконсервного комбината воткнуть все эти здания, и компания не выполнила обещания общественности сократить количество домов с 56 до 37, построили 46, снизить этажность, облагородить реку Алма-Атинку, она рядом, для других жителей, для всех алма-Атинцев, построить ТП. Единственное, что она делает, мы увидели, это я вот только сейчас приехал из Алма-Аты, я избирался оттуда, это она строит школу, будет ли садик, будет ли больница, большой вопрос. А напротив, уже через Алма-Атинку, там такой же большой ЖК, поменьше, Шахристан, опять пытаются строить еще 10-9 этажек, то есть, вот это вот в Аханале, к сожалению, продолжается. Кто сейчас будет проверять все эти многоэтажки, которые вот как раз построены на тектонических разломах, чтобы они выстояли, да? Вы знаете, я считаю, что институт сейсмологии и ученые должны войти в эту комиссию, я считаю. И я прекрасно понимаю, что строительные компании, они дают рабочие места, они дают квадратные метры, они дают налоги большие, да? Но так как происходит точечная застройка в больших городах, ну это совершенно, совершенно ни в какие ворота и я, и Бакшан Базарбек. Вы поднимали этот вопрос? Да, безусловно. До того, как... Конечно, конечно. Вот сейчас я подписал депутатский запрос Бакшаном Базарбеком о том, чтобы вообще запретить строительство в предгорях Алматы, потому что предгорье это еще более сейсмичная зона. А я вообще говорю о том, что запретить жилищное строительство в городе Алматы. Запретить? Потому что запретить полное жилищное строительство в Алматы, ну есть рядом агломерация, инфраструктура не выдерживает, потому что улицы не выдерживают, потому что то, что было построено, было построено в расчете на ту еще 30-летнюю советскую инфраструктуру, микрорайон и прочее. Ну нет ни больниц, ни школ, ни поликлиник. Людям невозможно жить. Дороги не справляются с той нагрузкой, которая сейчас есть. И это очень актуально. Мы стучим сейчас, говорим и законодательно пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Не получится так, что сейчас все забудут про это землетрясение, все опять забудут про сейсмологов. И тема опять, ну так скажем, размоется. Надеюсь, что нет. Одним разом, вот так вот эту чашку кофе передвинуть, это невозможно сделать, потому что вы же понимаете, сколько инстанций задействовано. Министерство здравоохранения, санэпидемстанция, селезащита, там, Министерство ЧАЭС, сейсмологи сами. То есть они все напрямую, службы предупреждения, они все напрямую косвенно задействованы в этих вопросах. Я сам помню, прекрасно, как Алма-Атинец у нас проводились такие ущения, мы залезали под партой, мы бежали дружно, там, со смехом или нет, там, это другой вопрос. Это давно было. Да, 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 но это было у нас в крови. Сейчас эти условные инстинкты утеряны. Старые алматинцы, они спокойно относятся к землетрясениям. Вот те, кто выпрыгнули со вторых, третьих этажей, это явно новые алматинцы. Да, понаехавшие, если хотите, да, ну, люди, которые не так давно живут в нашем городе, у них еще ментальность не поменялась. Ну, я помню, такие землетрясения подобные, но такого сильного, как говорят сейчас, хотя я был в Астане, не было. Хотя за последние 140 лет город был трижды разрушен, верный. Киминское, Чиликское и Вернинское землетрясения, они полностью разрушили город. Причем, старожилы говорят о том, что были гигантские трещины, которые расходились, в них падали люди, и трещины опять смыкались. Можете себе представить, какой ужас пережили люди? Так вот, сейчас наши точечные застройки, если это произойдет, это будет большая братская могила. Нет, мы не готовы. К сожалению, мы не готовы. Я знаю, что у вас в Институте сейсмологии есть аппарат. Почему я это знаю? Потому что я работала здесь на телеканале Южная столица, и еще при Храпунове мы приходили, или Притасмагомбетове, Притасмагомбетове. Этот аппарат устанавливали, дом еще не заселен, то есть это новый дом, и я помню, мы там были на девятом, по-моему, этаже, его вот так растрясли, там бальность, по-моему, была где-то 7-8 баллов, и он выдержал, и Аким сказал, все, дом принят, все нормально. Совершенно правильно. Вот так должно происходить? Так должно быть. Специальные комиссии... Когда вы последний раз вот так вот ходили и проверяли? Я не помню. Я раньше помню, а сейчас я не помню. Не был ни разу. Ну, последний раз, это какой год там, я не знаю, 2000-е, 90-е, я не знаю, 2010-е годы. Это я хорошо помню советское время. Вот последний раз, вот мы это в свете нашей жизни, так, вот все откладывают сегодня, завтра и так далее. Я не помню. У нас есть специальная лаборатория, она называется лаборатория по риску и уменьшению, уменьшению, ущерба от возможных сомнительных целей. Это очень важно. Вот это, в конечном итоге, это работа Акиматов, которая непосредственно связана на обеспечении жизни, безопасности людей. Для этого надо вот такие вещи делать, как вот, значит, проверка каждого дома на сейсмическую опасность. Вы только что сказали о том, что вы видите дома на козырьке, то есть козырек, вы имеете в виду, это дом на склоне горы, да? На склоне, прямо на козырьке долины. Вот, вот река, вот идет долина, так, крутая долина, так, потом на долине вырастает берега. Да. Вот на крутом берегу вы увидите эти дома. И этот дом что, может упасть? Как же так? Ну, еще не признащили такие землетречения, но оно может быть так. Ну, вот, давайте сейчас сели, поехали, посмотрели, акса, я вам покажу. Вот так. Поехали сейчас, учили, малая Алматинка, где это столовая, кафе, наш ресторан, вот вы увидите. А для того, чтобы дом выдержал, это нужно делать какие-то глубокие сваи, для того, чтобы оно просто, ну, как бы выдержало, да, там. Там не надо строить, это не для стройки, берега, вот эти крутые берега, помни, сейчас реки, крутые берега, вот этих самых, наших рек, и так эта река находится в сейсмоопасной зоне. Вы знаете, эти первые, так сказать, каналы, откуда идут, при сильных землетрясениях, оттуда идут вот эти самые, вот понимаете так, вот объясняешь, пишешь, ну, все равно идет по-своему. У вас большой, огромный стаж сейсмолога. Более 30 лет работаю. Вы до сих пор на работе, у вас такой уютный кабинет, видно, что вы на работу каждый день ходите? Каждый день я стараюсь ходить, потому что у меня есть ученики, есть научно-исследователь, там, лаборатория, вот я занимаюсь, я основатель лаборатории флюидного режима земной коры, это лаборатория, которая изучает флюиды, это жидкие фазы, вот подземные воды, газы, которые там являются очень важным элементом всего, вся, как у человека есть кровь, через кровь мы определяем все, так и, значит, через флюиды так можно определить состояние, динамик состояния земной коры. оно является также, в общем, первой причиной изменения других параметров, там, вот, поэтому, вот это очень важное направление, и наша лаборатория занимается уже 30 лет, она старейшая лаборатория, вот, я уже подготовил учеников, я уже передал, так, у меня, вот, я уже подготовил где-то 6-7 кандидатов наук, ученых, из них у нас, вот, Казахстан работают, 3 работают в китайском, народном, русский, так, и 3 в Киргизе работают. А где у нас вообще готовят сейсмологов? У нас сейсмолога, это такая профессия, она, так сказать, профессия комплексная, так, базовая, это является в основном геофизика, так, геология, из других, которые, результат работы области сейсмологии, они себе выбирают знания смежных областей и становятся сейсмологами. То есть, у нас нет такого факультета сейсмолога? Да, мы сколько старались это вести, пока не удается, мы понятимаем. Абдулзиумарыч, мы живем в сейсмоактивном регионе, и ни в одном институте у нас не готовят сейсмологов? Парадокс, парадокс, у нас очень серьезные, бедовственные, национальные бедовственные положения, вот сейчас подготовки кадров. У нас сейсмологов осталось очень мало, даже считанные. Вот я, как представитель старшего поколения, бьюсь, на каждом форуме там выступаю, что очень серьезно, потому что мы много хороших специалистов готовили, но они из-за финансовых вопросов, чего никто не может отрицать, они на полпути своего роста должны уйти, потому что на этих несчастных, вот, ну, слово нельзя говорить, так вот, в общем, на таких малопривлекательных зарплатах, особенно в наше время, так, долго не удерживаться. Раньше у нас было престиж науки, научных работников, аспиранты, доктора наук, вот, профессора, оно звучало, сейчас у нас очень это не звучит, понимаете, так, хотя это очень важно для нашего общества, вот так, поэтому, как мы так большим трудом, я много хороших молодых людей там подготовил, они замечательные, но они так или иначе сказали, так, Азизманович, вы неужели хотите до конца мы сидели у вас с сединой и получали такую зарплату, как у нас. Раз уж у нас такой разговор откровенный, какую зарплату сейсмологи получают? Ну, сейсмологи получают, я вам скажу так, небольшую, даже иногда, среднюю, так, ну, вот наши младшие персоналы сейсмологи получают от 120 до 170, так, это очень малая зарплата, потом, значит, у нас вот, кандидаты наук, пизжи, доктора, идут, так, на должность, там, старших науше сотрудников, ведущих науше сотрудников, так, ну, ну, они, хотя бы, 200, 280, вот так, вот, а руководители лаборатории, главных науше сотрудников, ну, 310, не более, 300, но это зарплата, вы сами, если 5 лет тому назад это можно было чем-то, особенно в этом году вы сами знаете, что это и зарплата, не от того, что я буду говорить, что это так, я патриот, но во всяком случае, это нереально, удержать наших молодых, мы-то старшее поколение, как-то мы идем, у нас есть, как-то это, пенсии, может быть, так, как-то вот привязанность к науке, ответственность перед Родиной, перед государством, что мы должны делать, а для того, чтобы воспитывать молодых кадров, именно сейчас нужны реальные меры. Касательно ваших коллег, которые живут за рубежом, вы в Японии были? Ну, я в Японии не был, но я очень много общался с японцами. Вот что делают японские сейсмологи, потому что для них землетрясение это норма жизни, да? 6-7 баллов, они не паникуют, у них все эти дома выдерживают, и для них это уже стало нормой жизни. Как они себя обезопасили? Во-первых, у них есть вот с рождением вот образованность, в том числе вот этим сейсмическим явлением. У нас как-нибудь тряханет где-то там 4-5 баллов, ах, ох, сразу мы теряем так, сразу не знаем, что делать? Они уже со школы учат, так, мы живем в сейсмоопасном районе, и дальше вы будете жить, но чтобы вот это, спасти, надо вести как? И как себя вести, так, они учат своих детей, студентов, и так далее. У них даже есть вот эти вот свистки, да? Да. В случае, если вдруг человек окажется под завалом, чтобы он мог подать. Да, да, свисток, у них это все есть, даже любой школьник интуитивно, как человек сразу идет вот подлез, он никогда не пойдет к окну так. В общем, это очень важно, чего нам не хватает. Вот прежде всего, вот людям, живущим в сейсмоопасном районе, надо обязательно, обязательно со школы надо привить вот это элементарное знание ведения себя в сейсмоопасную зону. Оно много спасает. Самый главный враг во время землетрясения это растерянность. Это растерянность так. И незнание, что делать так. Когда этим людям все приводит, он значительно уменьшается. Если бы от землетрясения невозможно было жить, японцы давно бы покиняли свое острово, где-нибудь туда бы уехали. Но они же живут, слава богу. Какие районы в Казахстане, помимо Алматы и Алматинской области являются сейсмо небезопасными? Небезопасными? Небезопасными. Потому что я заметила, что иногда трясет и вот Астана, например, там вообще степь. То есть наличие гор это не обязательно же, что там не произойдет землетрясение. Я вам должен сказать, что вот у нас вот карты сейсмического района, вот впереди так, сейсмогенерующие зоны, где вот коричневые вот видите, это вот эти, да, это сейсмогенерующие зоны. Вот в последнее время появились в Центральном Казахстане, который называется А-Сейсмичный, то есть землетрясение здесь не произойдет. Уже начали возникает землетрясение достаточно большой магнитуды там вот. И тех районах, где вообще раньше сейсмичных нету. Вот исторически вот видите, вот самую Мангсталовскую область и так далее. Ну, сейчас нельзя сказать, что какой-нибудь район освобожден, потому что там, где нету естественных, там сейчас появляется уже техногенный. В результате беспардонного, неимоверной такой эксплуатации угловодородного сырья подземных вод, другие и так далее. Мы их вытаскиваем земной коры, мы тем самым из клетки, клеточного уровня земной коры забираем устойчивость, на которой так держался фрагмент этой земной коры. И в результате она разрешается и происходит искусственное землетрясение. То есть сейсмически небезопасных зон в Казахстане становится все больше и больше? Относительно безопасно считаем это западные районы относительно безопасно. центральные районы это относительно понятие. Что вы порекомендуете делать сейчас алматинцам для того, чтобы быть готовым, если вдруг произойдет землетрясение там 7 и выше баллов? Главная моя рекомендация сейчас нам надо в срочном порядке срочном порядке надо в городе так вести не компанейскую системную так в общем работу по укреплению зданий так по оценке зданий где вообще очень плохая ситуация надо вовремя людей выселять перевести так теперь надо во всех учебных заведениях где много людей надо вести агитационную пропаганду работы по обеспечению сейсмической образовательности наших людей как вести что делать для чего землетрясение происходит какой частотой и так далее так и третье нам надо развивать дорогая моя свою сейсмологическую службу я в общем стал это повторять я же говорю у нас Казахстан необъятный край на это огромные территории сейчас мы имеем 56 где-то 63 сейсмические станции это для чего для изучения сейсмического режима для наблюдения как происходит сейсмическая ситуация на этой территории ну я проводил много примеров Японии на кулачке земли который не сравнивает нашей территории области 5000 ну японцы не такие уже дураки чтобы 5000 сейсмических станций на ограниченной значит эти станции им нужны у нас 56 сейчас действующие а так где-то по списку 60 чем-то вот много раз об этом говорилось понимаете вот далее Китай вот буквально 20 лет тому назад было несколько сотен вот я вот 11 как последний раз в 14 году был там уже полторы тысячи было сейчас у них уже 3000 с чем-то так ну количество этого не определяет но тем не менее так наличие сейсмических станций на всех необходимых точках это основа развития наших сейсмологических наблюдений поверьте мне это очень важно так а потом надо сейсмологическую службу сейсмологическую науку в нашем обществе надо поднять на соответствующий уровень это на это поднимает наш государство должно быть заинтересовано что сейсмический безопас как-то говорил наш президент это час национальной безопасности нашей страны я тот раз давал интервью комсомольской газете что не дай бог если мы так прошляпим если мы вот так и будем халатно относиться и произойдет одно из сильнейших землетрясений где-нибудь сейсмоопасном районе который у нас на карте существует так это ковид нам кажется мелочью я об этом говорил прошло три года что делать но я могу сказать у нас до сих пор нету закона землетрясения сколько раз моего побратить сколько депутатов сколько межрисов только половина уходит половина уходит но у нас в последнее время наше институт сейсмологии единственное которое отвечает за сейсмическую безопасность вот нашей республики для чего она была в 1976 году правительством создан этот институт тремя задачами так оценка сейсмической опасности прогнозируемое землетрясение и уменьшение ущерба от возможностей землетрясения вы же смотрите нам 45 лет 46 лет вот сейчас мы никак не можем до сих пор стабильно работать последние 4 года у нас 3-4 раз менялось так и структура и руководство и так далее при этих условиях как можно развивать при этих условиях как мы можем подготовить себя вот старшее поколение на себя кадров вопрос очень серьезный спасибо спасибо большое спасибо спасибо спасибо